Нормальный, нормальный, но красивый. Просто что-то невероятное, просто ну такой, ну такой набор. Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами разделаемся с одним дельцем, с которым мы не разделались в прошлом году. Ну, во-первых, я вас поздравляю с наступлением чудесного 2020 года. Я надеюсь, что вы отпраздновали просто так, что вот просто умереть не встать. Нет, так не надо праздновать, празднуйте весело и прилично. Ну, в общем, что вы отпраздновали прилично и совершенно потрясающе. И сегодня мы с вами разберемся как раз с тем, что мы не закончили в 2019-м. Зачем нам тащить с собой эти хвосты, да? Правильно? Ну, в общем, давайте, давайте сейчас с этим разберемся. И сегодня у нас два замечательных адвент-календаря, которые завершают эту чудесную серию адвент-календарей за 2019 год. Это те календарики, которые ко мне приехали немножечко позже, чем я рассчитывала. И это Эстер Лаудер и чудесный, шикарный, роскошный календарь Ланком. Почему я говорю про Ланком, что он чудесный, шикарный, а про Эстер Лаудер, что это просто Эстер Лаудер? Потому что, ну, Ланком просто побольше и дороже в два раза, чем Эстер Лаудер. Давайте мы начнем с более скромного Эстер Лаудера и посмотрим, что там внутри. Странное дело, календарь от Ланком был на официальном сайте Ланком Россия где-то в начале декабря. Но я не успела его купить, потому что его просто сразу расхватали. Или, может быть, его и просто там не было, знаете, повесили на сайте, типа, у нас есть. Но все распродано, все распродано. И вот буквально там за неделю до 31-го он снова появился в продаже. Ну и, соответственно, как всегда, перед Новым годом все эти курьерские службы... Ой-ой-ой-ой-ой. Эстер Лаудер появился только прям уже под конец самой года. И это вот такой небольшой календарик, который, насколько я помню, был рассчитан всего на 12 дней. То есть, ой, не на 24 дня, а именно на 12. У нас здесь внутри это их тема казино. Но я думаю, вы помните, что у них была тема казино. Модели, которые играют в казино, выигрывают деньги. И, типа, рекламная кампания называлась Gifts to Win Her Heart. То есть, собственно, вот эти вот прекрасные девушки, они были победительницами и выигрывали, наверное, всякие подарки у Тасти Лаудера. А может быть и нет. Вот они в красных платьях, и тут, в принципе, легко можно узнать модели из рекламы. Ну что ж, давайте открывать. И да, вот всего здесь от 1 до 12 числа. Давайте начнем с первого. Спасибо, Эстер Лаудер, за такой чудесный календарь, об который вы, по крайней мере, не сломаете себе все пальцы. И в первом отделении мы находим, ну что-то как-то не очень, что-то как-то не очень. Мы находим вот такой обычный черный карандашик, который заявлен как стойкий. Ну то есть, насчет карандаша я особо не жалуюсь, это все-таки, ну как бы нормально. 1 числа хочется что-то такое вот прям ух, ух, чтобы сразу впечатлиться найти. Ну ладно, не будем придираться, идем дальше. И дальше у нас Advanced Night Repair. Это их новая какая-то версия знаменитой сыворотки в концентрате. Я еще не пробовала такое, поэтому с удовольствием попробую. Но, конечно, здесь такой прям совсем маленький объем 5 мл. Ну, хотелось бы немножко побольше. Я вам, по-моему, не сказала, сколько стоил этот набор. 6478 рублей. Это вроде уже с какой-то скидкой, ну типа там зарегистрируйся на сайте и получи какую-то небольшую скидку. То есть, цена не самая превеликая, по крайней мере, в сравнении с их блокбастером, который стоил сколько там? 10-12 тысяч рублей. То есть, это вот в половинку от их блокбастера. И тут мы получаем, опять-таки, половиночку, а может и не половиночку, а меньше, их помады, что это такое у нас? Pure Color Envy 420 номер. Ну, вот такая вот маленькая версия. Но, кстати, надо сказать, что здесь нормальный футлярчик. То есть, не совсем прям ужасный, как в некоторых версиях помад маленьких от Estee Lauder. Дальше у нас номер 4. Крем для глаз из линейки Advanced Night Repair. Я ее просто обожаю, поэтому, в общем-то, вот такому маленькому крему для глаз я тоже рада. Кстати, все время смотрю на этих девушек и думаю, прям классно они нарисованы, очень красиво получилось. На мой взгляд, вот этот жанр, ну и не на мой взгляд, а вообще Fashion Illustration, вот именно как бы в таком ключе, он немножечко уже стал немодный. Но, тем не менее, это не делает его каким-то менее красивым от того, что он уже не такой популярный. Дальше мы здесь находим блеск для губ. Ну, блеск для губ и блеск для губ. Вот в таком вот маленьком тоже формате. Да что ж такое? Это календарь, здесь сплошные миниатюры. Может быть, он так и назывался, может, я просмотрела, а на самом деле это и есть календарь с миниатюрами. Дальше шестой номер. В шестом номере нас ждал вот этот вот признаменитый Advanced Night Repair уже в обычной версии. То есть, эта версия была Концентрат, это обычная версия, теперь у меня их две штуки. И в седьмом номере я сразу уже вытащила вот такая вот маленькая половинчатая тушь, которую, честно говоря, дают, если вы просто сделаете какую-то большую покупку Estee Lauder на стенде очень даже часто. Меня, кстати, спрашивали, где я беру все эти пробники. То есть, где мне так щедро отсыпают пробников, что я все время про них рассказываю. А на самом деле в Rivgosh, если вы покупаете Estee Lauder, то там довольно часто у них всякие акции, типа, купи там на пять тысяч и получи косметичку, в которой будет пять пробников в подарок. Ну, то есть, пробников вот как бы вот в таком вот формате, вот в таком вот формате, то есть нормальных пробников. Дальше у нас с вами восьмой номер. И что же в нем такое есть? В следующем номере наожидал скраб Revitalizing Supreme Plus. У меня еще его не было, поэтому это приятно. Это, в общем-то, хорошо, с удовольствием попробую. Эта линейка мне тоже нравится. Девятый номер. В девятом номере снова помада, снова такая же маленькая. И в этот раз в каком-то красном оттенке оттенок 340. Мне кажется, что в каком-то пробнике у нас уже этот оттенок с вами был как-то раз, уже что-то такое мы видели. Десятый номер. Revitalizing Supreme Plus. Вот в таком вот формате это уже крем. Это очень хорошо, потому что они всегда, когда мне попадаются, я их с удовольствием все вымазываю на себя. Ну вот как-то я люблю прям уход от Estee Lauder. И этот крем действительно очень хороший. Дальше у нас одиннадцатый номер. Праймер под тени для век. Мы с вами в каком-то наборе его уже получали. Ну, как вы знаете, праймер и праймер. Ну вот, вот праймер для век вы нашли. И самый последний, двенадцатый номер, но давайте затаим дыхание, это должно быть что-то хорошее. Потому что двенадцатый номер, последний номер любого адвент-календаря, ну или там двадцать пятый, двадцать четвертый, тридцать первый, это что-то приятное. Ну вот не обманули, ну не обманули. И здесь у нас духи. Вот такие вот маленькие, прям симпатичные. Ну-ка давайте сразу надушимся. Раз уж духи попались, надо надушиться немножко. Вас тоже, как всегда, побрызгало чуть-чуть-чуть-чуть. Ничего так. Интересный на самом деле аромат. Не так часто такое встречается. Он очень явно цветочный. То есть здесь какой-то один цветок, здесь какая-то прям сильная-сильная есть цветочная нота в этих духах. И знаете, тут не смесь, а именно как будто вот один, один аромат просто все это ведет. Действительно, мне нравится. Интересный очень запах. Он, конечно, такой достаточно тяжелый и взрослый. Сильно прям взрослый. Но что-то в нем есть. Вот что-то в нем есть определенно. Итак, вот такой вот календарик. Сколько я вам там сказала? Ну, 6500 рублей примерно. Что мы здесь получили? Мы получили, ну на самом деле, просто кучу пробников. И вот так это все в результате выглядит. Вы знаете, ребят, я считаю, это на самом деле не стоило того. То есть в этот раз, может быть, не такие уж привеликие деньги 6500 рублей. Хотя, почему это не привеликие? За 6500 рублей можно купить две палетки. Ну, примерно от Анастасии Беври Хиллс. Можно купить одну палетку и что-то еще хорошее. Типа там, я не знаю, пудру или тональный крем, допустим, от Диор. То есть, а здесь мы получили, ну, какие-то впечатления, духи неплохие. И несколько пробников, которые, в принципе, вы можете получить и в магазине, если сделаете какую-нибудь покупку. А иногда можете получить и просто так в подарок. Ну, нет, все-таки этот адвент, это очередной провал, как я считаю. И он далеко не стоит этих денег. Вы напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Потому что знаете уже какой адвент. И опять адвент не дешевый. Но вот в результате мы что-то такое получаем довольно сомнительное. Дальше у нас роскошство. Роскошство от Lancome. Вот этот набор стоил без скидки на официальном сайте 12,5 тысяч рублей. Представляете, ужас какой, какой кошмар. Но если зарегистрироваться на сайте, то сразу же можно получить минимальную скидку 9 375 рублей. Что я несу, это не скидка такая будет, а вы купите его за 9 375 рублей. Это за сколько я его и купила как раз. И при этом мне еще дали каких-то много подарков. То есть там можно было выбрать какие-то миниатюры. Плюс еще по промо-коду мне дали вот такой набор из помады, туши и какой-то там смывки для макияжа. И пробник я выбрала гель для макияжа, который у меня когда-то был. Точнее для снятия макияжа медовый. Я помните вам рассказывала, он такой прям интересный. Это что-то типа гидрофильного масла, но в форме меда для лица. Ну в общем щедро-щедро так Lancome в этом плане были. Но справедливости ради и набор здесь был намного дешевле. В общем давайте открывать и посмотрим, что там внутри. Здесь сбоку вот такая красивая ленточка. За нее нужно потянуть, потянуть. Но вы знаете, у меня есть некоторые сомнения по поводу того, насколько это будет реально классно. Потому что мы с вами столько адвентов уже открывали и классными из них оказывались просто единицы. Ой, ну красиво. Вообще-то красиво. Очень красивая коробка такая, знаете, тут просто все такое прокартоненное. Есть такое слово прокартоненное. Ну в общем очень много здесь плотного картона. И чувствуется, чувствуется, что это такой прям люкс, что вам не что-то там подсунули, а что-то такое уже более люксовое. И здесь сколько у нас? 24 отделения. Уже побольше. Ну что ж, давайте открывать и начнем мы, конечно же, с первого. Первое это вот такой маленький домик. То есть весь календарь здесь выполнен в форме вот таких вот маленьких домиков, что, конечно, тоже довольно симпатично. Это, мне кажется, что-то вроде, знаете, этого календаря от MAC. То есть тоже будут миниатюры, ну как и в Estee Lauder. Но здесь их, по крайней мере, немножко больше, чем у Estee Lauder. Первое, что мы находим, это такая же маленькая помадка. Ну-ка давайте найдем помадку от Estee Lauder. Где она, чтобы посмотреть, какая из них будет больше. Ну, Lancome все-таки по виду оказалось больше. А по граммам? А по граммам здесь ничего на Estee Lauder, к сожалению, не написано. Сколько здесь граммов? А на Lancome, может быть, и написано, но такими крохотными просто буквами, что я не вижу. Либо вообще не написано. Ну, в общем, вот такая вот помада в каком-то тоже таком красновато-розовом оттенке. Это был у нас номер первый. Дальше у нас номер второй. Кстати, интересно очень, почему это у них они появились, а потом как-то резко кончились, а потом появились снова. У меня, кстати, есть такое подозрение, что, знаете, некоторые календари, они же продаются в Европе и в Америке. Но потом случается как бы Рождество, и после, ну, на самом деле, после 1 декабря эти адвенты все уже особо никому не нужны, потому что они уже начинают продаваться с огромными скидками. И как будто к нам иногда привозят то, что не продалось в других странах. Но это, конечно, лично мои там фантазии. Может быть, такого никогда не было ни с одним брендом, но мне кажется, такое все-таки вероятно, вполне вероятно. Дальше у нас здесь, ой, крем-гель, который называется Hydrazen. Если по-французски, то это вроде так у них произносится Hydrazen. Приятный, приятный, приятный гель, но он тоже в небольшом формате, здесь 15 миллилитров. Так, давайте ускоримся, потому что 24 все-таки отделения, нужно их все быстренько открыть. Мы же с вами, видите, долги за прошлый год закрываем, ну, по крайней мере, я. Что там у нас в третьем отделении, я так чувствую, какая-то смывка или нет, или что это? Ой, нет, это, слава богу, это тоник, тоник комфорт для кожи. То есть нас здесь ждет достаточно много интересных средств, которые именно для ухода. Ну и для макияжа, судя по всему, будут какие-то прям совсем миниатюрки. Advanced Genifique, это их сыворотка известная, нам попала в следующем номере. Дальше мы должны открыть номер пятый. Кстати, прям совсем в маленьком формате была эта сыворотка. Номер пятый, это, наверное, какая-то тушь, что это, что это? Да, я так понимаю, это их тушь, которая называется Messie Big, которая в свое время вроде стала популярной, потом ее как-то резко все разлюбили, она стала везде продаваться на распродажах. Следующий номер, это шестой, вот такой домик побольше. Вообще, большие отделения всегда вызывают какое-то доверие, какое-то предчувствие хорошее. Но здесь, я так понимаю, нас ничего хорошего особо не ждет, потому что это смывка для макияжа. Но она двуфазная, кстати, у меня она когда-то была, она реально хорошо смывает стойкий макияж, потому что в ней наполовину масло и наполовину в ней вода. Но все равно, как бы, я не то чтобы в восторге от получения еще одной, я не знаю, какой сотой, наверное, по счету, смывки для макияжа. Седьмой номер, это какое-то у нас что-то такое декоративное. Это праймер, который называется Prep & Mat. Вот такой вот маленький праймер. Кстати, никогда даже не слышала, что у Lancome есть праймеры для макияжа. Но, справедливости ради, я не то чтобы прям постоянно стою на экстенде и высматриваю, какие там у них вышли новинки. Дальше в восьмом номере какой-то крем. Вот такой вот крем для лица. Ну, тоже приятно, сколько здесь, 15 миллилитров. То есть, в принципе, здесь достаточно большой объем. Кстати, в Estee Lauder у нас 7 миллилитров. То есть, вот такой вот кремчик, он меньше в два раза. А было бы хорошо, если бы он был побольше, потому что я его очень люблю. Вот этот не пробовала, поэтому ничего про него сказать не могу. Дальше номер девятый. Ой, смотрите, какая прелесть! Какая прелесть! Это их, по-моему, новый аромат, который рекламирует Zendaya. Ну-ка, ну-ка. Это, господи, как же он называется? По-моему, он называется Idol, но с каким-то еще добавлением. Ну, в общем, вот этот вот тоненький такой футлярчик и это миниатюра этого аромата. Дальше у нас номер десятый и потом номер одиннадцатый. В десятом номере у нас небольшой крем для глаз. Тоже здесь какой-то прям маленький объем. 5 миллилитров в одиннадцатом номере. Кстати, под одиннадцатым был двадцатый номер. Ой, как хитро, как хитро. Так, 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 так. Снова у нас черный карандаш. Ну, кстати, молодцы, что сделали это не с самого начала, потому что с самого начала черный карандаш нас бы немножко обескуражил и расстроил. Следующий номер двенадцатый большой домик. Это приятно, что же там в большом домике. Какая прелесть! Смотрите, это гель для душа, парфюмированный с ароматом Trezor. Если вы помните, в девяностые была реклама замечательной, потрясающей, роскошной женщины Изабеллы Расселине, которая была лицом этого аромата. И вот с тех пор, хотя сам по себе этот аромат мне не особо нравится, но я когда вот это вот слышу, Trezor, или как там они говорят? Ладно, я не буду изображать эту грассирующую R, все равно она никогда у меня не получается. Но, в общем, всегда это мне напоминает именно об этой красивой рекламе. Дальше у нас пятнадцатый номер. Консилер. Маленький-маленький консилер. И, ну, в общем, да, просто консилер с показателем защиты SPF 30. Следующий номер тринадцатый, наверное. Я уже запуталась, я уже не помню, какой следующий номер. А, это вот братец вот этого крема. То есть вот этот крем у нас был дневной, да, с показателем защиты SPF 15. И новая баночка, это у нас ночной крем из этой же линейки. Дальше четырнадцатый. Еще одна помада. И я поняла, что я номер пятнадцатый открыла вообще без очереди. То есть он у меня куда-то там влез, вообще не туда. И это матовая помада. Ну, тоже такая красная, обычная помада. Шестнадцатый номер. Что-то очень тяжелое в шестнадцатом номере. Абсолют. Ой, как красиво, как красиво. Это крем с экстрактом розы. Вот такой вот большой крем. И очень тяжелая баночка, прям такая, знаете, металлизированная. Чудесно пахнет. Я так понимаю, что это какая-то более возрастная линейка от Lancome. Потому что обычно вот в таких вот сильно золотых баночках что-то более такое питательное находится. Семнадцатый номер. Снова у нас лосьон. Ну, был гель для душа, теперь у нас лосьон, который с ароматом de Lancome. Какой интересный запах. Но сразу понятно, что этот аромат, скорее всего, достаточно старый. В том смысле, что он выпущен был достаточно давно. Потому что, знаете, аромат такой не самый вот модный по последним тенденциям. Он чем-то похож на старую, старую, старую версию Miss Dior. Вот прям, знаете, самую первую. Вот что-то такое есть общее. Хотя, может быть, это мои какие-то выдумки. Или даже что-то, знаете, среднее между Miss Dior и опиумом. Может такое вообще быть или нет? Ну, в общем, что-то такое. Что я несу? Не опиум, а этот, пуазон. А вовсе не опиум. Дальше, что у нас еще тут? Какой-то серый маленький флакончик. Мне кажется, я всех уже просто смутила тут своими познаниями, которых очень мало. По части именно парфюмерии. Но у меня, вот знаете, какие-то воспоминания такие из 90-х, из детства, из 2000-х, когда я себе достаточно много покупала каких-то таких классических ароматов. На этом, в общем-то, они и заканчиваются. И следующее, что у нас есть, это вот такой же Женифик. Их концентрат, но в этот раз он для глаз. 19 номер. Ой, как я довольна! Ой, как я довольна! В 19 номере мы нашли полноразмерную тушь Гипноз. Это была, по-моему, моя самая первая тушь в жизни. Если я не ошибаюсь. Но, во всяком случае, это точно была Ланком. И вот Гипноз, это прям, знаете, такое воспоминание. Ну и она полноразмерная. Классно же, да? Дальше, 20 номер. Маленькая кисточка для макияжа. Ну и здесь понятно, что это кисть для тонального крема. Ну, так, не особо полезная вещь лично для меня. Но все равно я рада. 21 номер. Что-то плоское. Наверное, это опять какие-то духи. А, я поняла, что это. Я поняла, что это. Это вот эти вот духи от Ланком. Лави Эсбель. По-моему, так они называются. Которые у меня когда-то были в полноразмерной версии. Вот, замечательно. Еще один флакончик. Дальше, 22 номер. В нем снова что-то тяжеленькое. А в 23 номере я уже потрогала что-то совсем не тяжелое. А у нас это, что это такое? Это снова молочко для снятия макияжа. Ну, это, конечно, не то, чтобы очень здорово. Но все равно это лучше, лучше, чем, не знаю, чем наклейки для ногтей, наверное. Но чем наклейки для ногтей, это определенно лучше. И еще один. Еще один этот Адванс Женифик, да? Да, снова. Не знаю, чем он отличается от того, который мы уже находили. А он, кстати, ничем не отличается. А что это такое? А почему у нас две одинаковых бутылочки в этом наборе? Как-то, мне кажется, вообще нехорошо. Не очень, не очень. Что же это произошло на производстве? Неправильное что-то. И самый последний номер у нас. Это снова Абсолют. И в этот раз это Ночная маска. Вот тоже такая тяжеленная. Просто, знаете, можно кинуть и кого-нибудь убить этой огромной банкой. Ну, что у нас в результате здесь получилось? Давайте посмотрим вместе и оценим, насколько нам это нравится. Ну, вот наполнение этого Адвента внутри, мне кажется, получилось достойно. То есть, да, он вообще ни разу не дешевый. Он в два раза дороже, чем Эстиллаудер. Ну, правда, уже со скидкой он не в два раза дороже, а меньше. Насколько там? На 30% получается он дороже примерно. Ну, мне кажется, намного лучше. Намного. То есть, здесь есть и две вот таких вот баночки духов прям в миниатюрах. Да, здесь есть и кремы с более-менее каким-то приятным форматом. То есть, 15 миллилитров, это все-таки, согласитесь, не 5 миллилитров. Здесь есть вот эти ароматы, которые, по-моему, уже мало кто вообще помнит. Но все-таки интересно с ними ознакомиться. Хотя, наверное, все-таки нет. Все-таки помнят, потому что, вроде как, этот календарь, это календарь бестселлеров от Lancome. Правда, я не знаю, в какой стране. Пожалуйста, напишите, помните ли вы вот эти ароматы. Может, вы их до сих пор покупаете. И помните ли вы, конечно, рекламу с Изабеллой Расселине. Ну, и здесь есть полноразмерная тушь. Мне кажется, достаточно интересный был набор. Конечно, не супер-пупер. Вот, знаете, просто, просто что-то невероятное. Просто, ну, такой, ну, такой набор. Нормальный, нормальный, но красивый. И, в общем, с ним можно действительно получить какие-то впечатления. То есть, вы открываете каждый новый день, и вам действительно приятно. Один день вы вот такой вот крем нашли. Вообще здорово. И, наверное, в адвентах во впечатлениях очень много. Очень много это, в общем, что значит. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо вам большое за то, что вы его посмотрели. Я вам желаю прекрасного начала года, чтобы вы отдохнули за эти дни. Пожалуйста, отдыхайте хорошо. Не взваливайте на себя слишком много домашней работы. И не думайте, что новогодние праздники, это, знаете, повод переделать всю ту работу, которую вы не сделали в течение года. Что вот, наконец-то, у вас свободная неделька. Сейчас-то я все перестираю, все переглажу, там, не знаю, съезжу ко всем родственникам, у которых сто лет не был. Потому что это время, чтобы вы отдохнули. В общем, отдыхайте хорошо, чтобы у вас было хорошее настроение и хороший запал в начале года. Спасибо вам, и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok